Мы все в эфире, да? Нет еще, пока подключаются, я вижу, как подключаются, подключаются новые. Можете включить у себя запись? Что, что, включить запись? Сейчас, секундочку. Сейчас, 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 я найду, где это. У нас уже запись включена, да? Все, замечательно. Так, доктор Хасай, я хочу сейчас поприветствовать вас в первую очередь. Ну, мы с вами приветствуемся со вчерашнего дня, да? Вот. И хочу поприветствовать всех врачей. Если меня хорошо слышно, видно и нас, и доктора Хасая, пожалуйста, поставьте плюсики. Это очень важно нам, потому что мы не понимаем, видите вы нас, слышите вы нас или нет. Следующий момент. Следующий момент очень важный для всех наших врачей. Дело в том, что мы здесь, на базе нашего института, организовали этот, специально, этот вот онлайн конференцию, для того, чтобы вы были автором самого метода, который поможет вам саморегулировать свою стрессоустойчивость. То есть вы можете сами сейчас в процессе занятия еще раз протестировать, есть у вас тест или нет, и потом он вам покажет свой метод, который буквально, это просто взрывной эффект, буквально за пять минут вы получаете разгрузку. Для начала, не вижу плюсиков, пожалуйста, ставьте свои плюсики. Еще хочу сказать, что очень важно сейчас, я даю вам свои данные, пожалуйста, можно мои данные. Представляю, для тех, кто меня не знает, те, кто подключился к нам второй раз, вернее, первый раз на втором нашем занятии, меня зовут Чертонова Гульнара Сыргаковна, я преподаватель кафедры педагогики психологии высшей школы здесь у нас, на факультете усовершенствования врачей. Мы находимся на четвертом этаже, те, которые не преподают, они, скорее всего, не знают, что даже такая кафедра у нас есть. Мы есть, я приветствую вас от имени кафедры, и я педагог-психолог, мы занимаемся усовершенствованием врачей, это для высшей школы. Но такая прерогатива сейчас, я рада видеть здесь и наших медсестер, и наш младший медицинский персонал. Здорово, что вы здесь, мы, потому что, ну, это все для всех, для взрослых, для молодых, для маленьких. Есть результаты, мне пишут, что уже маленькие детки, внуки, которые делали вместе с нашими врачами, у них есть хорошие результаты. Если надо будет, я потом буду говорить. Сейчас, самое главное, запишите, пожалуйста, мой email и запишите мой WhatsApp. Почему? Следующий можно? Вот. Почему? Потому что вот эти занятия, они будут идти у вас кредит часами. То есть при вашей аттестации на категорию будут учитываться число занятий, которые, то есть это будет добавляться все вам в кредит часы. Поэтому это не только полезно вам, но еще это поможет вам повысить свою зарплату в категории, да. Что важно? Вы отправляете или на мой email, или отправляете на мой WhatsApp, как вам удобно, какие у вас условия. Обязательно ваша фамилия, имя, отчество полностью, ваш ИТНН, номер телефона ваш, WhatsApp-овский, именно ваш личный. Обязательно место работы и обязательно должность. Копию паспорта, копию диплома вы можете просто сфотографировать и мне отправить. Все. Вот это важно. Теперь я вижу, что у нас сейчас уже 28 участников, и те, которые подключились, я рада вас приветствовать еще раз с нашим гостем. Сейчас будет прямая трансляция нашего доктора Хасая Алиева. Все о нем сейчас будет буквально вот в этом ролике. Пожалуйста. Хасай Магомедович, вы нас видите? Да, там звука нету, да. Следующий суперспособности был создан Хасаем Алиевым в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в 1981 году. Специалисты звездного городка решали трудную задачу. Как снимать стресс и восстанавливать силы пилотов в условиях невесомости и перегрузок? Методы, пригодные на Земле, например, гипноз, было невозможно использовать на орбите. Тогда молодой психолог из Дагестана, выпускник Махачкалинского мединститута Хаса Алиев, который уже изучал и применял гипнотерапию при лечении пациентов, предложил революционную идею. Что, если космонавты будут сами вводить себя в некое особое состояние для отдыха? Вскоре выяснилось, что с помощью такого трансового состояния можно настраивать, программировать свой организм не только на расслабление и отдых, но и наоборот. В нужное время можно мобилизовываться на трудную работу в тяжелых условиях, причем с более высоким результатом, который обеспечивает боевой настрой и прилив свежих сил. Космонавты назвали полюбившуюся им методику доктора Алиева «ключ к себе», «к своим возможностям» или просто «метод-ключ». Затем это было утверждено Минздравом СССР в 87-м году, затем пошло по оборонным предприятиям, в особенности по электронной промышленности. С конца 20-го века методика развивалась и совершенствовалась. Ключ был запатентован. Хосе Алиев написал десяток книг, которые переведены на многие иностранные языки. Автор синхрометода награжден сотнями почетных грамот и дипломов. Ключ даже включен в Российскую книгу рекордов, аналог книги Гиннесса, как самый быстрый метод снятия стресса и восстановления. Несмотря на это, имя Хосе Алиева долго было незнакомо широкой публике. Ученый был связан с закрытыми проектами и спецслужбами. После космонавтов были разведчики, военные, сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, которых он обучал. Иной раз прямо в поле, в окопах, на блокпостах. Этот эффективен в системе своей работы тем, что он позволяет очень быстро его применить. То есть трудозатраты на его применение очень короткие, маленькие. Вот. И отдача наступает, ну, моментально, тут же. Доктор Алиев готовил персонал для операции по подъему затонувшей подлодки «Курск». Вместе с сотрудниками своего центра защиты от стресса, Хосе Алиев возвращал к жизни пострадавших при терактах в Кизляре, Каспийске, Москве, Беслане. С помощью ключа можно избавиться от острого стресса, шока, убрать навязчивые страхи и фобии. Ключ отлично помогает настроиться перед важным испытанием, например, перед соревнованием. Хосе Алиев обучал и помогал завоевывать чемпионские медали выдающимся спортсменам и целым командам. Среди его друзей и учеников – борцы. Гимнасты. Яхтсмены. Парашютисты. Хоккеисты. Футболисты. И шахматисты. Ключ помогает как штангистам, так и шахматистам. И еще одно важное предназначение метода. Ключ не только снимает стресс, физические и психологические зажимы и блоки, и способствует оздоровлению организма. Он также раскрывает творческие способности личности, освобожденные от стереотипов. Поэтому метод-ключ ценили и любят многие известные артисты, певцы, режиссеры, писатели и художники, как и сам Хосе Алиев, открывший в себе талант к рисованию. Найдите свой, собственный ключ к своим резервам, здоровью и творчеству. Подключайтесь! Я посмотрел, какой я молодежный. Спасибо, спасибо Алексею, спасибо нашей группе, поддержке, технической поддержке. Я хочу от лица нашей команды, с вами, доктор Хазай, выразить большое спасибо нашему Алексею. Вы не против? Конечно, конечно. Он тут работает и вчера работал. И сутки... Он молодец, он на высоте, он молодец. Да, и вот сейчас мы все подключаем нашего доктора Хазай, ему слово. Еще раз... Я хочу, во-первых, сказать, ну там есть люди, наверное, безусловно, врачи и медсестры, но которые думают, ну что нас тут каким-то приказом или приглашением привели, у нас там коронавирус, у нас там голова болит от этих забот, тревог, проблем дня, а вот мы здесь сидим, кого-то слушаем кино какое-то, смотрим. Друзья мои, я для вас это делаю сейчас, и я очень благодарен, да, и ректору института, да, и проректору института, да, и вот Пульнари, которая все это как бы инициирует, вот сейчас вас всех собрала для того, чтобы мы правильно провели все это. Это очень нужная вещь, потому что иммунитет человека, иммунитет к коронавирусу, к другому гриппу, к коре, к скарлатине, к чего угодно, иммунитет, зависит уже давно известно от нервно-психического состояния человека. А именно сейчас, именно сейчас, именно здесь и сейчас мы как раз и будем обучаться тому, как быстро регулировать свое нервно-психическое напряжение. От пикового состояния, когда нас трясет при стрессе, до состояния покоя, равновесия, да, равновесия. Но я хочу вам сразу сказать, что теория метода ключа дает понимание, что мозг сам пытается у человека сбросить лишнее напряжение. Да-да-да, организм так природно устроен, что мозг пытается сам помочь человеку сбросить лишнее напряжение повторяемыми действиями. Но они могут быть очень короткие такие, они могут быть в длине эти повторяемые действия, у них полная определенность, в отличие от этой неопределенности. Поэтому эти повторяемые действия спасают человека. Я вам сейчас скажу, какие эти повторяемые действия. Ну, мороз заставляет вас дрожать. То же самое, это повторяемые действия на высоких частотах. Дрожание. Или, например, нервная дрожь у девушки на экзамене. Это дрожание, да. И вот оказывается, если просто взять, помочь себе, своему организму подрожать, а это и будет один из приемов метода ключа, один из приемов синхрогимнастики по методу ключ. Да-да, если вы подрожите и найдете ритм, который вас устраивает, оказывается, у вас сразу проходит волнение. То есть вы помогли собственному мозгу снять лишнее напряжение в вашем организме. Видите, на чем построены приемы ключа, которые сейчас мы будем вам показывать. И вы будете обучаться, и чем ключ отличается от всех других методов мира, стремительным, стремительным действием. То есть это именно сейчас, когда коронавирус, когда люди в страхе, когда в неопределенности. Да-да-да. Потому что от нервно-психического напряжения зависит даже у заболевшего человека. Вы же, врачи, прекрасно понимаете, течение болезни, да, динамика излечения, да, и сколько нужно принимать ему препаратов, препаратов, зависит от его иммунитета и нервно-психического напряжения, которое вы сейчас будете учиться регулировать. А все приемы основаны именно на естественных реакциях организма. Поэтому, когда мы будем вам показывать, вы увидите. Например, дети часто делают вот так. Это же тоже повторяемое движение. Вы знаете, вот систола диастола, систола диастола, альфа-ритм мозга, бета-ритм мозга и так далее, ритмика всего организма. Вот это повторяемое действие разных частот. И когда дети вот так делают, шалтай-болтай. У нас один из приемов для снятия напряжения, называется шалтай-болтай. Это дети сами делают. А если вы посмотрите за животными, кошка сидит, например, у вас на кровати и вот так делает. Да-да-да. А на повторяемых действиях основана молитва повторяемая, мантры повторяемые. Да, медитация на этом основана. Дыхание. Дыхание. Мы сегодня сделаем одно упражнение, которое называется ключевое дыхание, которое поможет вам быстро снять лишнюю суету из головы, быстро выйти на состояние, ваше естественное состояние и помечтать. Да, и ваше желание начнет исполняться. Тогда это удивительная штука. Но прежде я вам хочу сказать, это очень важно. Чем отличается нирвана, например, от девочки, которая, уставшая на уроке, сидит и загляделась в окно, и ей все пофигу. Ну, у нее же тоже в этот момент нету эмоциональных реакций, потому что мысли текут как облака, ничего внутри не задевает. Ну да, ну и Будда же говорил, рождение и страдание, там смерть и страдание, жизнь и страдание, надо освободиться от страха комплексов и стереотипов. Ну, здесь же как раз и происходит, девочка сидит в окошко, смотрит, задумалась, и в это время масти текут как облака, и никакого страдания нету. То есть она как бы в нирване находится. И даже бывает, что сидишь и ни о чем не думаешь. Но когда мы говорим о нирване, мы всегда это ассоциируем с каким-то очень приятным ощущением, нирваническое состояние. А в чем же тогда разница? А дело в том, что если вы быстро сняли большое напряжение, у вас включаются эндорфины, эндорфиноподобные вещества, там серотонины и прочее. И вот этот взрывной эффект раскрепощения, когда вы быстро снимаете стресс, у вас включаются эндорфины, и вы чувствуете такое легкое опьянение. Так вот, оказывается, для того, чтобы достичь нирвану, как в буддизме, там есть метод медитации. Так вот, оказывается, вот эти приемы ключа подражал, как будто ты на коне едешь, или делаешь хлёст упражнения, повторяемые движения, или делаешь шалтай-болтай, или лыжник отделаешь, или добавляешь туда плавательные движения. Любые движения, повторяемые, которые вам нравятся в этот момент, быстро снимая стресс, качают эндорфин. И потом вы садитесь, и у вас возникает нирвана. Да-да-да-да, вы просто, вот это самый быстрый метод достижения нирваны. То есть это самый быстрый метод достижения медитации. Это самый быстрый метод достижения состояния йоги. Йоги же как, вот символом йога является его хладнокровие, что он не реагирует ни на что. Хоть там из пушки стреляй, йог, он имеет прекрасную, крепкую нервную систему. Правда же, да? Так вот, это очень быстро тренирует нашу нервную систему. Сейчас мы эти приёмы покажем. Я вам покажу ещё ключевое дыхание, которое помогает вам. Да-да, заново становиться самими собой. Отрешившись от тех проблем, забот и тревог дня, когда уходят все страхи, и в этом состоянии релаксации, клеточки мозга начинают, как смартфон поставили на зарядку, начинают восстанавливать свой запас химических веществ. Да-да-да, начинается психобиологическое восстановление. Я понятно всё рассказал, да? Я хочу спросить вас. Если вам понятно, поднимите ручку. Ну, молодцы какие, молодцы. Потому что я могу по-разному рассказывать. Я учёный-специалист, я врач, я философ, психолог, писатель, художник. И вот это разносторонностью я вам хочу объяснить, что когда вы занимаетесь этими упражнениями, синхродимнастика, например, это часть метода ключа, помогает человеку снять зажатость и хорошо выступить, или хорошо сдать экзамен, или хорошо там на концерте сыграть, снять зажимы. И точно так же она помогает снять зажимы и медитировать. Да-да-да. То есть психологическая гимнастика – это короткие действия, по секунде, даже дробные, ну, минутные, по секунде. Даже их можно использовать как дробное питание несколько раз в день. И они дают кумулятивный эффект. И ты целый день потом чувствуешь себя так, как будто гора упала с плеч. Да, и меньше устаёшь. Самое главное, что меньше устаёшь. А сегодня, когда вот эта вот неопределённость, изоляция, коронавирус, не знаю, что это такое, есть, нет, ядовито-неядовито, не знаю, что. Одни говорят так, другие говорят так. Вот эта вот неопределённость, и когда у вас больные, и вам надо постоянно быть как солдат на фронте, помогать больным своим, так вы же как раз и сможете пользоваться этим дробной сигародимнастикой по секунде, два-три раза в день делать, и всё время чувствовать себя вот такой неутомимым. Да, и ночью спать хорошо, когда у вас есть возможность. Спать как младенец и просыпаться такой свеженькой. Да, очень хорошо. И вот я хочу сказать, что вот это вот желание, которое мы хотим, наши мечты, чтобы исполнялись. Да. Если мы на пике напряжения мечтаем о чём-то, например, когда мы просыпаемся, мы тянемся. Вот вам один приём из метода ключ. Вы просыпаетесь и тянетесь. И если вы на пик этого напряжения своё желание положите, оно начинает исполняться. Оно становится психологическая установка, которая тут же трансформируется в психофизиологическую доминанту, она генерализуется, и у вас меняется восприятие вещей, глава мыслит яснее, глаза видят чётче, слух улучшается, энергия появляется, и вы начинаете совершать какие-то поступки, которые приближают ваши цели, осуществление ваших желаний. Вот это интересно, да? Но желание заранее надо заготовить, потому что, когда ты вот так напрягаешься, тебе не до этого, там у тебя голова пустая. Да, на пике напряжения ничего нет, и в эту пустоту ты кладёшь своё желание, которое ты заранее заготовил. Я вам такой удивительный приём рассказываю. И то же самое можно, желание заготовить. И когда я вам буду показывать сегодня ключевое дыхание, когда вы выходите на самоё себя, выходите в такое состояние, которое бывает между сном и бодрствованием, такое состояние нервоничное, такое хорошее состояние, и там помечтать о том, что вы мечтаете, желаете. Это большое научное такое открытие, оказывается, на пике напряжения, о чём человек думает, становится доминантой. Поэтому очень многие люди, которые испытали кризисы, давление подскочило, а он и не знал. И у него вдруг страхи появились. И он подумал, вот теперь будет повторяться, у него становится фобия. Я вам как психиатр рассказываю. Я психиатр, рефлексотерапевт, психотерапевт, там много чего ещё. Я вам это всё рассказываю. Я вам рассказываю самым простым образом. Да, никогда ещё вот этой теории такой никогда не было нигде. Никогда ещё не сказали так чётко и понятно, что повторяемые движения снимают напряжение. И частота этих повторяемых движений зависит от уровня напряжения. Поэтому мама, когда ребёнок плачет, она подбирает ему ритм покачивания. Это повторяемые движения. Это работает автоматически. Думает о чём ребёнок? Неважно. Она найдёт ритм его покачивания. И в психогимнастике то же самое. Ты думаешь о чём? Ты опускаешь свои мысли на самотёк. А думаешь не о том, как это делать, упражнение. А думаешь, о чём думаешь? Переживаешь. И делаешь хлёст. Да, думаешь, например, что у тебя встреча там большая, важная. Или с начальником там. Или с мамой. Или с больными. Ты должна прийти туда в хорошем состоянии. И ты вот переживаешь об этом, нервничаешь. И в этот момент ты переживай. И делай вот так. И получается синхронизация. Как будто ты на руках у мамы. Да, когда ты мысли пускаешь на самотёк. И делаешь вот это повторяемое действие. У тебя получается освобождение, снятие зажатости. С нервно-мышленные зажимы уходят. У тебя появляется лёгкость. Да. Это удивительная штука. То есть вектор внимания должен быть направлен не на качество, выполняя моих упражнений, правильно ты делаешь или нет. А на то, о чём ты переживаешь. Такого никогда раньше не было. Обычно на физкультуре говорят, думай, как правильно делать. Да. А здесь как раз индивидуальный подход. Делай, как тебе легче. Делай, как тебе приятнее. И тогда эффект наступает быстрее. Потому что, когда ты думаешь, о чём ты думаешь, у тебя наступает синхронизация. То есть ты думаешь о каких-то проблемах, сильнее переживаешь, у тебя частота движения, меняется. То же самое, когда ты делаешь разгрузку. Что ты болтаешь и думаешь о своём. Дети же так делают. Они же не думают специально. Правильно он делает и видит. Он просто делает по природе. И у неё снимается напряжение. Да. Очень хорошо. Давайте мы сейчас покажем несколько упражнений. Да. Да. Я хотела попросить наших врачей, и не только врачей, вот на то время, когда Хасай Магомедович будет показывать упражнения, вообще просто подключайтесь к этому. Потому что вообще... А может быть, ты покажешь, дорогая доктор. Да, без проблем. Я ещё хотела... Я просто получаю удовольствие. Я буду, если нужно, отдавать советы. И потом, пожалуйста, включите на момент выполнения ваших упражнений, будьте в поле зрения. Сейчас у вас такая уникальная возможность быть в поле зрения главного эксперта ваших движений. Потому что то, что я показала вчера, Хасай Магомедовичу, я делала неделю, и я думала, это правильно. Оказывается, я делала неправильно. Я просто оценила, я попросила, говорю, давайте будет обратная связь. Давайте вы всех будете корректировать. Поэтому... Доктор, я сейчас хочу дать небольшую коррекцию. Давайте. Ты делала всё правильно, только можно было это делать ещё больше эффективностью. Да, потому что то сложно координированное движение, которое ты делал, одновременно тренирует вестибулярную систему. Я делала на 6 счетов, а вы сказали, что это обязательно делать на 4 счёта и обязательно возвращаться назад. Я не сказал, ты неправильно делаешь. Нет, это тоже даёт эффект, но можно было сделать с большим эффектом. Да-да, ещё проще и с большим эффектом. Да, и ещё давайте. Так, у нас тогда в прошлый раз, у нас были движения стресс-тест. Вы про стресс-тест ещё расскажете нам? Давайте я сейчас покажу стресс-тест тогда. Да. Стресс-тест. Есть обычные механические движения. Вот я, например, поднимаю руку. Это механическое движение. Есть движения инстинктивные. Инстинктивные движения – это рефлексы. Ну, например, ты вот до чайника дотрагиваешься, ещё не дотроган, но подумаешь, что он горячий, и отдёрнул руку. Это рефлекс. И это сделано непроизвольно. Если ты найдёшь среднее между ними, между механическим движением и рефлексом, полуавтоматическим действием, то ты входишь сразу в эту нирвану, в этот транс, в это облегчение. Сразу входишь. Если ты делаешь механические повторяемые движения, допустим, 15 минут, чтобы полностью разгрузиться, то если ты делаешь полуавтоматические движения, ты можешь за 10 секунд войти туда. Туда же, где ты механическими движениями долго делаешь, то через эти упражнения, они называются левитационные упражнения или упражнения идиорефлекторные. То есть ты представляешь себе мысленно образ, что твои руки расходятся. И смотришь чуть выше уровня горизонта. Как на небеса обращаешься. Руки надо держать так, чтобы они были не тяжёлые и не мешали плечо. Допустим, у кого-то плечо болит, у него сразу в катя живет. Нет, найдите положение удобное. Если вам так неудобно, держите вот так. И воображаете себе, что руки протягиваются, как магники. Вот это называется идиорефлекторное. То есть есть идея, образ и рефлекс. Автоматическое движение. Не механическое, а автоматическое. И вот чем ближе они идут, тем сильнее притягивает. Да-да, притягивает, да. И в этот момент тоже можете загадать желание. Да-да-да, вот они идут друг к другу. Значит, у вас сейчас стресса нету, большого, сильного стресса. А что-то вот они дальше не хотят. Честно, я вам говорю. У кого дальше не хотят? У тебя сошлись? Нет, у них тоже пока не сходятся. У него тоже не сходятся. Да, слушай, вот спроси у коллеги, вот у нее сходятся, я смотрю. Спроси, как она настроилась, что у нее это получается. Вот смотрите на нее, вот посмотрите, как у нее идут руки. Посмотрите. Динара, да, дайте ей слово, пожалуйста. Динара, расскажите ей слово, как она настроилась, чтобы она своим объяснением, она своим объяснением поможет всем правильно настроиться. Объясните, как вы это сделали. В эфире мы вас слышим. Скажите, почему у вас получилось? Вот у меня дальше вот этого уже не получается. Да. А у нее что-то с микрофоном. Что-то у вас с микрофоном. Динара, у вас что-то с микрофоном? Есть? Объясните, как вы внутри себя настроены, чтобы они пошли. О чем вы думали в этот момент? Я про детях думала, чтобы они как-то жили дружно. Правильно. То есть вы желание свое мечтали, правильно? Да. А наши коллеги что делали? Они думали по-другому. Они думали, пойдут руки или не пойдут руки. А, да, да. Да, точно. Ну вот же в чем дело. Это же инструмент для исполнения твоих желаний, а не самоцель, пойдет или не пойдет. Ты же этой постоянной проверкой пойдет, не пойдет, устраиваешь этому рефлексу, экзамен. Но ты же это не для экзамена делаешь, а для того, чтобы твои желания исполнились. А это было желание, скорее всего? Да. Чтобы исполнилось. Конечно, желание надо иметь. Есть. На телефоне представлять, что руки сходятся, потому что это инструмент для исполнения желаний. Если не могу, то придавайте. Коллега, она меня внимательно послушала, когда я говорил. Да. Она у нее сразу получилась. Молодец, коллега, поздравляю. Спасибо. Открытие. Да. Таким образом, мы на этом примере всех могли научить. Еще раз повторю коротко. Стресс-тест показывает. Если человек способен в этот момент отрешиться от проблем, забот, страхов, беспокоясь и сосредоточиться на чем он хочет, а легче всего сосредоточиться на том, на своем желании. Если он сосредоточится на своем желании, отпустит руки, они начинают двигаться, и в этот момент напряжение падает, и все, но ты перестраиваешься на доминант, то есть вполне нежелание, да. Вот это очень интересная штука. Да, ну таких приемов там несколько. Можно потом представить, что есть полет. Вот, допустим, стоя, когда вы делаете, вы представляете, что руки расходятся, руки расходятся, 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 тело начинает покачиваться. И на этом фоне вы желаете себе что-то, и потом вы желаете, что когда вы их опустите, они начнут всплывать, как крылья. Потом легонько опускаете, и они начинают подниматься, как крылья. Это интересно. Такое ощущение, и вы можете играть в космонавта. Вот представьте себе, что вы в кабине космического корабля, в невесомости. И играете, как ребенок, в эту игру. Вот вы плаваете в этой невесомости, даже немножко помогаете себе механически, притворяетесь немножко, как артист. Да, и вы тогда входите в роль, в образ роли, и действительно у вас появляется такая легкая-легкая левитация такая. Видите, как просто это происходит, как это легко происходит. Будда ходил за этим 30 лет. Он искал нирвану, нашел ее. И когда он ученикам рассказывал, что такое нирвана, они не все понимали. Да, некоторые понимали. Вот, а мы сейчас быстро рассказываем. Ну, потому что сейчас 21 век. И сейчас есть наука, и есть эти приемы, технология, и поэтому можно получать это состояние. И там можно лечиться. Это обладает потенциальным лечебным эффектом. Ну, вы дома это попробуйте. Я вам рекомендую, вот Алексей же делает запись, вы дома ее посмотрите, когда у вас будет свободное время, несколько раз. И вы там многое услышите. То, чего сразу в этот момент, не сразу поняли, не сразу услышали. И самое главное вы должны услышать, что если вы делаете вот эти упражнения, и вам это трудно, делайте другие. Вот лыжник, например. Вот бросаете руки вниз, пятки поднимаете. Если это трудно, делайте наоборот. Руки поднимайте, пятки поднимайте. Или делайте просто шалтай-болтай. А может быть, вам легче будет делать плавательные движения. Плавайте. Некоторые люди очень любят плавать, потому что, когда они начинают плавать, они входят в это состояние, и могут плыть уже долго. А другим нравится бегать. Он вошел в ритм бега, ему хочется бежать, и бежать, и как гора с плечи. Голова освобождается, он бежит, в ритм вошел, домой приходит, брат он говорит, Костя, бегай, это очень полезно. А тот бежит, о ритме не знает ничего. Приходит и уставший, и говорит, сам ты брат такой, и метод твой такой. Оказывается, надо было в ритм попасть. А чтобы в ритм попасть, надо думать, о чем думается, а не думать о том, как ногу ставить. Знаешь, самое главное. Хасан Магомедович, а это обязательно делать стоя? Или это вот можно на рабочем месте? Можно сидя, можно сидя, если вы обратите внимание, некоторые люди просто сидя покачиваются. Да, а если вы вспомните, Гребенщиков, актер, если я, который поет песню, Гребенщиков, нет? Знаете? Ну, привет. Он все время покачивается, поэтому он свободный человек. Он свободный человек. А почему люди ногой качаются? Потому что, когда нервничают, они ногой качаются. Потому что, когда ногой качаешь, напряжение снимается. Или пальцами стучат. Почему? Да. И чем больше нервничаешь, тем чаще стучишь. Правильно? Или голову чешешь, или жвачку жуешь. А женщины, женщины, когда они в нервном стрессе, они, когда кушать начинают, напряжение снижается, и останавливаться не хочется. Поэтому, если женщина будет делать, будет делать хотя бы один-два раза в день просто элементы синхрогимнастики по методу ключа, напряжение у нее снижается, и она поэтому лишний вес снимает, потому что у нее эта страсть кушать, кушать пропадает. Да, кстати говоря, кто пьет, может пить, бросить. Потому что эндорфин же включается в организм во время этого метода. Да, алкоголь, это есть как раз-таки искусственный эндорфин. А если человек этим занимается, ему и пить не хочется. Да-да, он спокойнее становится, и вообще во всех обстоятельствах он становится более уравновешенным. Покажи, пожалуйста, упражнения. Я хочу сказать, что когда я дома пыталась делать шалтай-болтай, это вообще не мое оказывание. Так, так, расскажи, расскажи, расскажи. Не твое упражнение, объясняй, рассказывай. Вот, да, и потом я просто вспомнила, что вы сказали, надо думать не о том, как правильно делать упражнения, а о том, о чем ты хочешь думать. И я у меня вот это было, оказывается. Во-во-во-во, она нашла свое. Все. Я это могла делать 15 минут, и мне не хотелось останавливаться, вообще целый день я вот готова была. В ритм попала, в ритм попала, да-да. Это мое, я хочу сказать врачам, что было просто для меня открытие, чтобы они не боялись делать эти открытия. Илья Мера, самое интересное, то, что ты мне тогда рассказывала, когда мы с тобой по WhatsApp-у говорили. Да. Ты говоришь, вот у меня вот этот шалтай-болтай никак не получается, а потом я сделал открытие. Я говорю, какое? Я шла из магазина с двумя сумками. Да. Ну-ка, расскажи. Да, я шла из магазина, и опять я хотела найти, то, ну, то есть, у меня было очень хорошее настроение, я хотела думать о том, что не хочется думать. И тут вдруг у меня пошло вот это движение. И самое интересное, что дома, когда я пыталась это делать без груза, оно как бы меня никак, не кайфало, ну, как это. Потому что я наслаждалась этим движением. А когда у меня было здесь в каждой руке по полтора килограмма, оно у меня само пошло, и оно остановиться не могло до самого дома. И я пришла и говорю, это вообще нормально, поэтому я вам срочно написала сообщение, рассказать, что это вообще нормально. А почему так получилось? Я же тебе объяснил. Потому что, когда у тебя груз был в руке, вот две сумки, да, по улице и сумку так вот делала, когда ты вот так руку бросала, а сумка же вес, и она придавала инерцию. И у тебя получилось более энергично. И поэтому, когда ты пришла домой, если ты энергичнее бы стала делать, тебе это больше подходит. То есть у каждого свой ритм, у каждого по-своему. Один вот так делает, вот так, сильнее бьет себе по плечам, другой плавает, а третий воображает, что он плавает на веслах. Вот он делает вот такие движения, вот такие движения. А четвертый просто крутит холохоп, представляет, что холохоп крутит. А в детстве дети все такое делали, крутили холохоп, думали, о чем думается. Да, даже книжку могли читать, вот так крутишь, если это вам подходит. Кому что подходит, и метод ключ, это называется, подбери ключ к себе. То есть вы путем проверки разных вариантов, повторяемых движений, находите то движение, в ритм которого входите быстрее, и вам оттуда выходить не хочется. Значит, вы попадаете в ловушку этой нерваны. Ну, ловушку в кавычках. Приятную ловушку. Вот как сейчас вот нам рассказывают. Мне не хотелось останавливаться. А вот это критерии. Это как примеряешь платье по размеру. Да, этим и отличается метод ключ. Принцип подбора путем перебора по критерию максимальной простоты и комфортности. Люди об этом раньше не знали. Они не знали, что можно по секундам, по минутам делать упражнения, и оно дает хороший эффект. Они думали, для этого обязательно надо полтора часа бегать или тяжелую штампу поднимать или фитнес-центр часа сидеть, на снарядах сидеть. А это можно все снаряды имитировать. Вот как на лодке сидишь, вот как на лошади скачешь. Это можно поиграть как в детстве. Если вы возьмете и поиграете как в детстве в эти упражнения, желая, мечтая о том, какими вы хотите быть, чтобы ваши желания исполнялись, у вас действительно будет сниматься напряжение, и ваши желания будут исполняться. Ваши цели будут более достижимы. Хасай Магомендович, для чего следующие упражнения из ваших ключей, одни из ваших ключей, вис вперед и вис назад? Это мы моделируем состояние напряжения с помощью физического напряжения, мы моделируем состояние нервного напряжения. И в этом состоянии модели напряжения мы научаем себя снять шейно-грудной зажим и помечтать о том, что куда бы мы не попали, мы будем в любом случае без этого упражнения легко себя чувствовать. Давай попробуй, покажи, пожалуйста, упражнение вис. Как у нас интересно, здорово получается, что мы подружились и пока готовили эту конференцию на сельмире, вот с коллегой, несколько раз встречались по ватсапу, и она уже обучалась. И расскажите, как вы сбросили вес? Вы же были 100 килограммовым. Ну да, я был 100 килограммовым. Это помогло вам к этому? Я, никто не поверит, это у меня белая полоса, если бы ее не было, вот у меня живота нет. Это белая полоса, она расширяет немножко. Не-не-не, я нормально. Если вы мои посмотрите фильмы там, в Ютубе, откройте Ютуб-канал Хасай Алиев, мне это ключ, давнишний, давнишний, посмотрите, я вот там вот такой. Да, ну ладно. Для женщин это очень полезно, лишний вес бросить, если они будут делать эти упражнения. Самое главное, ищите, что проще, ищите, что легче, ищите те повторяемые действия, которые вам более приятны. нас никогда не учили. Делай, как легче. Нам всегда говорили, преодолевай трудности. Так вот, слушайте меня, жизнь это трудности. Их надо научиться преодолевать. А для этого надо иметь силы и здоровье. А силы и здоровье накапливаются именно в этих методах. И тогда вы сможете, накапливая силы и здоровье, лучше преодолевать трудности. Это же восстановительная вещь. Реабилитация и профилактика. Покажи, покажи, А ну, вы говорите, как начать. Модель, модель, модель нервно-нервно-напряженной стрессовой ситуации. Можно создать с помощью физического упражнения. Создай, пожалуйста. Да, руки положи на живот, переплети пальцами. Вот если ты сейчас немножко больше наклонишься назад, у тебя тело начнет само дрожать и покачиваться. Начнет трястись. Потому что повторяемые движения снимают напряжение. Больше не надо, не надо, не надо, не надо. И вот когда ты в этом положении находишься, начинай снимать напряжение. Вот так повторяемое делай, вот так вот повторяемое движение делай плечами. Повторяемые движения. Любые повторяемые, которые тебе нравятся. Кому-то нравится головой поворачивать, снимать напряжение, кому-то плечами, кому вам, как вам удобно, так и делайте. А теперь делай, пожалуйста, весь вперед. Просто наклон, спокойный наклон, сильный не надо. Как тебе нравится. И в момент выдоха расслабляй спину. В момент выдоха. Ну, просто. Или делай руками туда-сюда. Попробуй, пожалуйста, поделай туда-сюда руками. Поболтай, как тебе нравится. Может, вправо тебе больше нравится. Попробуй. Теперь еще раз вес назад. Еще раз вес назад. Да, давай. Голову сильно не закидывай. Достаточно создать условия напряжения и там снимать напряжение. Так обретаешь запас прочности. Да, 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 да. Теперь вес вперед. Этим, кстати, спину можно лечить. Давай. Да, и в момент выдоха расслабляй поясницу. Да, да, да. Еще раз сделай вес назад. Третья попытка. Так, молодец, молодец. И мечтай о том, когда ты попадешь в какую-то ситуацию, ты там легко будешь себя чувствовать. В любой ситуации невозмутимо, как йог. Да, проложи мысльные тропиночки, если сейчас, к твоему будущему. И там уже ты без упражнения, только вспомнишь это упражнение, и тебе уже легче станет. Да, а теперь попробуй наклониться дольше. Ты сейчас увидишь, что ты больше наклоняешься. Так можно спинку лечить себе. Уже больше наклоняешься. Молодец. Это называется упражнение вис. Из трех частей. Вис назад, вис вперед и проход вниз. Создаешь модель напряжения и расслабления. Напряжение, расслабление. И тренируешь нервную систему. А теперь, пожалуйста, покажи упражнение легкий танец. Нужно координированное движение. Надо на эту же точку вернуться, где ты сейчас стоишь. Это как раз тренирует вестибулярную систему. Да, на эту же точку возвращаешься, счет на четыре. И говоришь себе, легкий танец, счет на четыре. И поехали, давай. Раз, два. И на эту же точку. Четыре. Правильно. Давай дальше, еще раз. Четыре. Два, три, четыре. Обратите внимание. Значит, вы делаете первый шаг. Руки в одну сторону, нога в другую сторону. Получается перекресток. Получаются ножницы. Вы так тренируете поясницу. Сильно нервите поясницу. Все упражнения делаются. Ну, максимум минута. А вообще делается по секундам. Но несколько раз в день. По секундам. Это дробное, как дробное питание. Оно дает большой эффект. А вот это упражнение, которое вы найдете, когда можете долго делать, переживая, делаете, 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 как мама ребенка качает, делаете. И вам, допустим, не хочется выходить, можете 15 минут делать. А потом вы сели, да, и взгляд сделали рассеянный. Эта стадия называется момент истины. Взгляд рассеянный, открытые глаза. Просто слегка покачиваетесь. И в какой-то момент вы почувствуете. Может, вам плакать захочется, плачьте на взрыве. Потому что все, что накопилось, выходит пар, выходит. Если вам хочется улыбаться, улыбайтесь. Помните улыбку Будды. Вот это состояние нирваны. Да, да, да. А у кого-то появится желание спать. Что надо сделать? Надо поспать. И именно, выполняя требования организма, которые открываются для вашего сознания, когда вы сняли зашоренность от стресса и услышали себя, и вы делаете то, что вам хочется, например, спите, да, ну, пошли люди спать. А не вместо этого пойти дрова колоть. Тогда у вас по палову получается ошибка. То есть вы, допустим, хотите плакать, а себе запрещаете. Или, допустим, вы хотите спать, а себя заставляете дрова колоть. У вас ошибка получается. А для того, чтобы вы могли быстро восстановиться, восстановиться, вы должны послушать себя. То есть слышать, хочешь спать? Спи. Сделай то, что ты хочешь. Потому что ты начинаешь слышать свой внутренний голос, что тебе надо. И поэтому вот стадия, когда ты сделал упражнение села, у тебя возникает момент истины. Через минуту чувствуешь, что тебе не хватает. Зарядить смартфон мозга, условно говоря. Побыть там еще немножко. Или дождь побыть. Ты уже начинаешь чувствовать. Потом хочешь глаза закрыть, закрой. Но не надо ни в коем случае садиться и стараться, закрыв глаза, стараться расслабиться. Вот это не надо. Это ошибка. Как раз таки ты сел и сиди, думая в своем. Как девочка, которая музыку слушает, или на уроке засмотрелась в окошко, или на берег моря сидит, и там смотрит, как волны плещутся, или как пламя свечей. Мы же часто это чувство испытываем. Я вам сейчас покажу, как это чувство может достичь другим способом. Тоже по методу ключ. Называется ключевое дыхание. Сядьте удобно, как вам нравится. Я вас уверяю, у 80 из вас, после наших двух этих встреч, которая была вот неделю назад и сегодня, очень многие вопросы будут решаться легче. В 80% будут легче решаться. Да, вот давайте. Значит, вы... Много методов дыхания существует. И бутейка, и стрельниковые, и пранаямы йоговские, и частые дыхания, редкие дыхания. Очень много методов дыхания. Ключевое дыхание. Это дыхание для вас самое естественное, которое у вас бывает между сном и бодрствованием. Это почти незаметное дыхание. Это тонкое дыхание, нулевое дыхание. Как будто оно есть, и как будто его нет. Это ключевое дыхание. Мы сейчас его найдем. Каждый найдет для себя. Это индивидуальный подход. Значит, вы, для того, чтобы вы нащупали ключевое дыхание, надо прислушиваться к тому, как вы дышите. Не вмешиваясь в это, вы просто прислушиваетесь, как воздух ходит, ноздри, обволакивает носоглотку, проходит вниз. Просто каждый вдох, обратите на него внимание. И через минуту вы почувствуете, что вы находитесь в таком полузабытии, когда вам, как в нерване, так хорошо. Так хорошо. Давайте. Просто дышите нормально. И просто каждый вдох, внимание там, там внутри, как воздух заходит. И как он проходит. Да. То есть прислушивайтесь к этому ощущению, как воздух у вас входит и как выходит. Воздух ходит теплый, 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 теплый. Да. Вот к этому прислушивайтесь, а не о том, как дышать надо. А к тому, как воздух заходит и выходит. И теперь вспомните счастливый момент жизни. Вспомните ощущение счастья, которое у вас было или в детстве, или в юности. Да. Или когда вы со своими детьми играете, или когда розочки в саду поливаете, или когда на спорт ходили, или когда ходили на свидания. Счастливый момент жизни. Вспомните. Вот так дышите и вспоминайте. И вы погружаетесь сейчас в себя. Созерцание. Ну, как бывает, когда музыку хорошую слушаете, тоже в себя погружаетесь. Это такое необыкновенно приятное состояние, когда оттуда выходить не хочется. Голова, наконец, отдыхает. Да, да, да. И вот такое приятное ощущение растекается по всему телу. Если вам хочется закрыть глаза, закройте. Если хочется сидеть с открытыми глазами, сидите с открытыми глазами. Если у вас, когда вы закрываете глаза, веки начинают дергаться, откройте глаза. И сидите с рассеянным взглядом. А если вы сидите с рассеянным взглядом, и они все равно дергаются, вы можете просто мелко-мелко поморгать, потому что повторяемые движения снимают напряжение. Мелко-мелко-мелко поморгайте, а потом снова сядьте и начинайте погружаться в приятное такое. Это состояние полудремоты. Такое состояние у вас бывает между сном и бодрствованием. Вы можете вспомнить, как бывает, когда вы легли спать, укрылись своим теплым одеялом и согрелись, и вам становится так хорошо, когда вы засыпаете. Да, вот-вот-вот-вот. Это ключевое дыхание приводит вас к состоянию между сном и бодрствованием. И если в этом состоянии вы помечтаете о желаемых переменах в себе и в жизни, они начинают наступать. То есть включается также физическое состояние, да? Вот если человек температурит. Если человек температурит, если он так сможет сделать, у него температура уменьшится. Если у человека высокое давление, если он так сделает, у него давление снизится. Это же давление увеличит. Слушайте, я вам напоследок скажу, как-то, что давление можно снизить. А что значит, если ты при этом начинаешь усиленно зевать? Ну, значит, кислорода не хватает, и когда ты так гипоксией не обращаешь, значит, надо зевать. Это очень хорошо. Это говорит о том, что тебе давно надо было так сделать. А, то есть, давно нужно было сделать это ключевое дыхание, да? Ну, конечно, конечно. Вот ты как только его сделал и зевать начала. То есть, ты между сном и бодрствами. Да, значит, клятышный мозг немножко истощенный. Кислород там не хватает. Поэтому ты когда зеваешь, ты кислород получаешь. То есть, значит, немножко истощенный. Да, значит, надо отдыхать. А ты, кстати говоря, сегодня, наверное, не выспалась, потому что вы из тут спешили. Я выспалась. Вы что? Выспалась. Я сделала несколько упражнений. Я буквально вот, когда начала вам звонить, я опять сделала вот это свое любимое. Оно, оно как-то, я не знаю, я не чувствую сейчас, что я мало спала. Нормально я спала. Ну, молодец. Сначала, когда вы меня разбудили, я, конечно, было ощущение недосыпа, но потом я просто сделала ключевые движения. Правильно, правильно. Я в свое время солдат тренировал там на границе пограничников. У них часто сработки бывают. Ну, как будто там, ну, сигнал происходит, а там, оказывается, птичка там. Да, птичка там или зверек пробежал, а им надо в сапоги и бежать туда, проверять, да? И по пять-шесть раз за ночь. Представляешь, постоянно такой шок, да, вот что человек только засыпает и бах, и ему надо бежать. Но вы же сейчас в таком же положении находитесь. Это коронавирус, эти все неприятности, надо быть готовым ко всему. Правильно же, да? Поэтому я вам еще раз рекомендую. Поищите вот эти простые действия. Поделайте эти простые действия. Чаще вспоминайте счастливые моменты жизни. И вы заметите, и вы заметите, что вы становитесь огнеупорными, вы становитесь непотопляемыми, вы становитесь как йоги, с нервной крепкой системой нервной. Да, и женщины становятся более изящными, лишний вес уходит, аппетит налаживается нормальный, да. И кое-кто начинает открывать свои творческие качества, о которых он даже раньше не задумывался. Да, вот я тоже никогда не учился рисовать. А вот видите, как из космоса рождаются святые. И, кстати говоря, мой друг, мой друг, а он из Киргизстана, а он живет в Карловых Варах, в центре Европы. Он такое сделал. Вот мою картину поставил, Ангел Трубач. Он сделал там проспект, его зовут Сергей, он мой друг. Да. А его жена Елена, его жена Елена, в больнице работает. Да. И вот я с ним вчера разговаривал, а он сделал такой проспект, потому что он занимался, у него методики разные, детоксом. Он сказал, в Карловых Варах, вот его, это я здесь со своими картинами, он туда меня поставил. А сейчас я поставлю самого Сергея. Вот он Сергей. Ваш, ваш, ваш. Ваш Сергей. Из города Фрунзе. Из Киргизстана. Так. Так что отличный пай, очень талантливый. А его жена Елена, она невролог. Да, и она вчера, вот я с ним разговаривал, он говорит, у них в больнице в масках ходят и большие штрафы, если люди без масок ходят по улице. Ну, короче говоря, мы все в одной лодке. Мы все в одной лодке. Поэтому я посчитал необходимым вам показать этот проспект, не потому, что я гениальный художник. Не, не поэтому. А потому, что мой друг Сергей, Карловых Варах, ваш земляк, тоже находится в тех же обстоятельствах, и мы все находимся в одних и тех же обстоятельствах. И нам надо дружить. Нам надо дружить во все века. Только человеческое тепло душевное друг другу спасало. Только локоть товарища. Да. Поэтому вот это вот как раз таки надо вспомнить. Потому, что мы в стрессе всегда зашорены, мы забываем вообще все. А нам надо вспомнить, что мы люди. Да. Нам надо вспомнить вечные человеческие ценности. Это доброта, это любовь, это содружество. Да. Человек так устроен по природе. Заставь его не любить, и не сможешь. Заставь его не творить, и не сможешь. Да. А вот стресс, когда бывает, стресс, это перенапряжение, да, а организм пытается сбросить стресс вот этими, или дрожит, или там, нервная дрожь, там, повторяемые движения, человек ходит туда-сюда по комнате, стучит пальцами по столу и так далее. Так давайте, помогите своему организму вот этими повторяемыми упражнениями, снимайте этот стресс, и вы заметите, что вы, у вас открывается творчество. Я вам всем желаю здоровья, я вам желаю здоровья и хорошего настроения. Коллеги, друзья, куда наша, сейчас куда, Эльмирочка, то куда? Скажи, пожалуйста. Сейчас у нас, ну, как вот, две минутки технического перерыва, потому что мы сейчас хотим познакомить с Махачкалой, как я обещала. А, ну, давай, давай. Я вам пожелаю здоровья. Сейчас, пожалуйста. Я вам пожелаю счастья с вашим детям, вашим родителям, дай Бог, если они живы, чтобы у вас все было хорошо. Я думаю, мы справимся с этой напастью. с этим коронавирусом и со всем прочим. Поднимайте свой иммунитет, укрепляйте свою нервную систему. Я с вами прощаюсь. Позволите, да? Да, до свидания. Спасибо большое. Отдыхать. Спасибо. До свидания. До свидания. Я хотела сказать еще, что Хасай Магомедович, он начинает работать с 7 вечера. Он живет в Москве, поэтому с 7 вечера по московскому времени и до 7 утра московского времени. И поэтому сейчас, вот он практически 12 часов. И сейчас он будет еще работать до 12, пишет книгу, 250 страниц, как он мне сказал. И поэтому сейчас он опять работает. Поэтому большое ему спасибо. Но в свои 69 лет, в этом году ему должно исполниться 70, вот такая вот неиссякаемая энергия. А сейчас... Да. Можно? Они уже видят? А сейчас я хотела на прощание еще поставить небольшую вставочку, где сын Хасай Магомедовича, Ален Алиев, он сейчас в Махачкале, он также проводит открытые занятия для врачей и их пациентов. И вот минуты 3 мы сейчас посмотрим, как же он это проводит для вам, для вдохновения к жизни. Я, мы... Я, Гунар Сагаковна, и Институт желает вам крепкого здоровья и хорошего настроения, независимо от... Ну, как... И самое главное, чтобы... От ситуации, да? И самое главное, чтобы правильное, верное решение, оно приходило вам в нужную минуту. Какая бы эта минута ни была, здоровья вам всем. До свидания. И еще раз отправляйте, пожалуйста, свои документы на мой имейл и на мой ватсап, для того, чтобы мы могли выписать вам справки об участии в этом семинаре. До свидания. Нет? Нет? Три минуты буквально. Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие. И стресс, и пандемия. Поэтому уникальные приемы против стресса по методу ключ, синхрогимнастика для врачей и пациентов, для взрослых и молодых подходит всем, имеет взрывной эффект. Так как впервые в мире здесь внимание направлено не на правильность выполнения движения, а на свою проблему. И за счет этого частота внутреннего напряжения согласуется с частотой действия, и стресс снимается автоматически. Пять минут. Ну что, погнали? Во-первых, определяем свое текущее состояние на этот момент. От нуля до десяти. Ноль очень комфортно, спокойно. Здесь и самая сильная тревога, которая у вас когда-либо в жизни была. Каждый для себя определите на каком уровне. Кто на двойке, кто на пять, кто на семерке. Что потом сравнить, через пять минут вы будете себя намного мягче и спокойнее чувствовать. Это раз. Второе. Первое движение это хлест руками по спине. Погнали. Руки бросаем необычным образом. Необычным, как на физкультуре. А ищем так нам легко и свободно. Что здесь происходит? Во-первых, это три в одном. Эта гармонизация внутренних процессов в том, что мы подбираем. Мы не думаем, как правильно делать движение, а подбираем. Думаем о своих проблемах. Вы не думаете, что вас беспокоит? Все вас будут показывать, вы посмотрите, вы с ним будут рассмотреть. А может, вас это беспокоит что-то другое. То есть надо думать здесь о своих проблемах и подбирать действия, которые вам удобны. То есть эту чистоту происходит в самом самом деле внутренних напряжений, внутренних этих тактов, вот эти физические, внешние, все умения происходит в большом напряжении. Второе, это же модель искусственного дыхания. Вы помните, да, искусственное дыхание, как делать? Вы помогаете мозгу больше получать кислорода за счет того, что верхушки легкие движения в большом напряжении. Третье, что это ворогнику на зоне за счет этого здесь напряжение снимается, улучшается в большом духе. Бросаем руки, ищем так легко и думаем о том, что вас беспокоит. И в зависимости от этого частота движения все разная. У кого высотное напряжение, у кого сильнее, у кого оно падает с каждой минутой движения будет меньше для этого. Это раз. Второе, ищацу, древние техники китайские. Вот здесь очень важные точки опять же для получения комфортного состояния. Одну вот вот придерживаем, вверх лопатки, нащупываем, у каждого в принципе здесь будет болезненность, нащупываем. 90% здесь на движение. 10 секунд размираем вибрационным вот таким движением. Вверх лопатки, нащупывайте болезненность для напряжения, разгонайте. Теперь это что? Это все делается очень близко, за 5 минут. Третья, нужно себя в порядке, пристать напряжение. Индорфины качаются, когда снимается шею. Гормоны, здоровье, радости. 10 секунд здесь, 10 секунд здесь. Давайте, давайте, губацию, находите где-то на движение. Вы сейчас прям через минуту заметите, что становится свободнее, легче и ярче жизнь человека, когда стрессы делает. У него туннельное сознание, у него все заужено, весь мир черный. Как только мы стресс сбрасываем, мир становится широкий, цветной, и яркий, и яркий. И тогда вот, все хорошо, настроение шикарное, шикарное и сильно многое. Позитивное мышление включается, что очень важно. Человек состоит из двух частей, психология и физиология. И если мы эти руки и части учитываем, все равно эффект получаем. Здесь у нас метод психофизиологический, называется он «мутник». Как мы раньше сказали, он не следует к голове, для пациента передообразных и для бороды. Следующее действие нужно немножко попрестить виброгимнастика, плеч и шею расслабить, вот так вот, как будто на коне едете. Кто по очереди, кто вместе колене, здесь все расслаблено. Вибрация, опять же, снимается мышечное напряжение, улучшается кровообращение, кровь имеет волшебную силу, питание везде нечего и забирают шлаки, все это знают. А здесь это за несколько минут очень быстро и эффективно происходит. Вибрация. Следующее, шалтай-балтай из стороны в сторону. Каждое действие по минуте, всего 5-7 минут, и человек очень хорошо легко начинается начать. Насчет гармонизации внутренних процессов. Думаем о своей проблеме, какая у каждого своя проблема, вспоминайте. Напряжение сбрасывается, нос еще и в проблеме, не адаптируется. Если у вас предстоящая какая-то деятельность, операция, или экзамен, или встречается с каким-то человеком, вы можете здесь подумать об этом, в предстоящей вашей стрессовой деятельности, мозг адаптируется и вместе с этим напряжение при этой адаптации сбрасывается. Когда вы идете экзамен, сдавая операцию, вы уже более адаптированы к этой ситуации. Голова у вас свободная и на душе спокойно. То есть, в стрессовой ситуации вы будете более адекватны. Дети так делают и стороны в сторону, ищите как легко, расслабляйте поясницу. Молодцы! Молодцы, красавец! Следующее действие на уровне шеи. Делаем один оборот подчасовой, один оборот против часовой. Опять, не как на физкультуре нас учили. Мы ищем, как это делать без мышечных усилий. Выбираем удобное направление, удобное направление и делаем в течение одной минуты. Внимание на мышцах шеи, расслабляем ее больше и больше. Голова должна просто перекатываться без мышечных усилий в одну удобную сторону. Куда вы себе выбрали? Именно это есть подбор интеллектуальных, каждому себе приемов, которые очень быстро сбрасывают стресс. Независимо от того, верьте вы вовремя или нет. Если человек делает эти идеорефлекторные движения, стресс снимается автоматически. Шею расслабляем. Ищем амплитуду этого движения и скорость, удобную нам в одну сторону, которую вы выбрали. Удобную нам внимание на шею, расслабляем ее больше и больше. Ну, а теперь заключение волшебные вообще действия. Это называется формула ФА. Формула ФА автоматизации. Возьмем два уровня конкурирующих действий. Первое, например, мы моем окно. Их может быть больше, они могут быть любые, вы потом себе подберете. Плоскость окна, да? Вот. Начали. Правой рукой. Восьмеобразное действие. Восьмеобразное. Омоем окно. А теперь мы потираем стол. Это уже другая плоскость. И теперь контролируем, чтобы все это правильно было. Эта плоскость здесь, это здесь. Восьмеобразное движение. Через минуту у вас будет вообще вот такое дорогое состояние. Кому-то даже стихи закончится писать. Но на работе не надо вечером. А кому-то картина, а кому-то петь. Это очень же важно. Напряжение сбрасывается, и творческие способности включаются. А творческие способности делать человека в жизни в принципе устойчивее. Потому что у него широкое сознание. Как окно. Вот плоскость. И вот плоскость. Контролируем. Да-да-да. Будут сбиваться уже первый раз в жизни. Но за первый раз вы уже сейчас такой эффект получите. На целый день заряд. Чего и всем рекомендуем. А у кого уже получается, можете на уровне шеи добавить третий уровень. У кого получается, контролируем все эти уровни. А у кого пока не получается, и не добавляем. Это формула фаз. Да-да-да. Тут девушка смотрела шаг в контролируем. Здесь сидеть в уровне. Восьмеобразные действия. Начинаем улыбаться. Восьмеобразные. 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 И держим вот эти углы. Это окно. Плоскость такая. А стол плоскость такая. Молодцы. А теперь еще раз вот так. И ищите, как вам легко. К телу прислушивайтесь. Хочется вот так прогибаться, прогибайтесь. Вы ищите свое индивидуальное действие, которое идет с минимальными физическими усилиями. Именно оно сбрасывает напряжение. ищите. Ну и в заключении мы вытягиваем руки вперед и представляем себе, что они расходятся. Толкать не нужно. Думать о том, что пойдут, не пойдут, тоже не нужно. Это потом, если будут вопросы. Просто представляете, вот идут они у вас без усилий, не как обычно. 15-20 секунд. У меня идет для него что-то лучше. У вас тоже идет. А у кого идут, у кого стресс сбрасывает. У кого не идут, кому еще пару минут надо подделать. А теперь обратно. Смогнику и делаем рефлекторное движение. Людей включает рефлекс. Необычное действие. И когда он отключается, в голове происходит перезагрузка, как в компьютере, который звонит. И потом голова сходится. Молодцы! А теперь обязательно нужно минуту посидеть. Это называется момент истинный, когда результаты доходят полноценно. Присаживайтесь. Удобно, нейтрально нужно посидеть. Максимально удобно. А мысли, что очень важно, впустить на самотек. какие они есть, пусть такие будут. И если они еще есть, они сейчас как облачка на небе будут пролетать. Не зацикливая вас, дистанцироваться будут все эти мысли, а особенно мысли, которые не будут проблемами. Просто индивидуально посидеть. И вот после этой пятиминутной синхрогимнастики можно в вторую смену идти опять на работу. Не о том, что надо в смену работать подряд, а о том, что нужно быстро перенагрузиться, восстановиться, если вам нужно. Как на работе, так и в любой ситуации жизненной. Это очень важно. Здоровья вам и управление собой. Или, как мы и говорили, если вы не умеете управлять собой, вами начинают управлять другие и стрессы, и пандемии. Здоровья вам! Добрый день! Я хотел бы вам еще показать видеозапись сегодняшней лекции обязательно будет. И давайте я, наверное, вам покажу, как ее найти. У нас есть сайт института «Сайт». Сайт у нас называется «Часекунду». 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 Здесь в разделе «Новостей» у нас появится запись. Но если не будет на главной странице, Вот здесь и снизу есть ссылочка на все новости. И, например, психологический практический семинар «Ключ». Да, здесь небольшая информация, немножко фотографий. И здесь есть кнопочка на запись семинара. Здесь сидят сейчас запись семинара от 14-го числа. И буквально сегодня появится запись от 21-го числа. Сайт, еще раз повторю, ksmi.kj Также, если можете спросить у Винага Саркаковны, ссылку на облако. И она вам тоже по электронной почте или по WhatsApp сможете переслать. На сегодня тогда все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok